Я не знаю, я предлагаю, раз уж мы заговорили уже о культуре, то и продолжить. Так или иначе, о культуре вот в таком контексте, но тем не менее о культуре, то и продолжить уже, соответственно, разговор с нашим следующим спикером, который имеет прямое отношение к культуре. Это точно у нас на связи небезызвестный вам частый гость наших эфиров Андрей Курейчик. Я вот даже не знаю, какие регалии сейчас нужно упоминать, и продюсер, и сценарист, и режиссер, и блогер, и общественно-политический деятель. И обладатель, в том числе, национальной премии Коура в области радио и телевидения Финляндии за лучшую драму «Голоса Новой Беларуси». Андрей, поздравляю вас с этой наградой. Спасибо огромное, захвалили, друзья, захвалили, могу вас гордиться. Спасибо за поздравление, это очень приятно. Да, вот мы даже фотографии из вашего фейсбука позаимствовали, чтобы показать всем нашим зрителям, потому как вы в своей публикации написали, что вы первый белорус, кто получил эту награду. Вот пока мы будем искать и смотреть эти фотографии, расскажите, что это за она, за что, и насколько это почетно. Самое время похвалиться и порадоваться. Ну, тут, смотрите, тут такая радость, но немножко со слезами на глазах, потому что это проект, который делался про наших политзаключенных. Это такая, скажем так, радиопьеса с визуализацией. Мы ее делали на национальном радио Финляндии вместе с потрясающим режиссером Сойлой Валкома. Я делал текст. Это 15 героев, многих из которых мы знаем, конечно, и очень сожалеем о их нынешней ситуации. Я имею в виду там Машка Лесникова, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Степан Латыпов, Витольд Ашурок и Марина Золотова, многие другие. Ну, кого-то мы знаем меньше, потому что это простые люди, которые попали в жернова репрессивной системы. Их фамилии не на слуху, и они как такие метеоры пронеслись, но судьбы их изменились. И 20-й год многим эти судьбы серьезным образом поменял или надломил. И мы сделали вот такой проект. Там участвовал финский национальный театр, актеры финского национального театра, их вот национальное радио, Юле. Мы показали, его сделали большую премьеру в финском мюзик-хале. Это большой такой концертный зал, где были депутаты. Почему? Я хотел, чтобы обязательно был серьезный разговор на тему освобождения политзаключенных, чтобы давление продолжалось. Мы пригласили, там был замминистра иностранных дел Финляндии, несколько депутатов, пресса. И, в общем, ставили вопрос ребром, так сказать, давайте серьезнее, давайте еще больше давить, потому что это абсолютно нереально, что люди получают какие-то безумные сроки за то, что они даже не делали. И вот прошло полгода с тех пор, и сейчас раздавали награды, это такой их местный теле-Оскар. И было очень приятно, что лучшую драму они посчитали этой историей белорусов. Но действительно они драматические, тут спору нет, и тут не только и не столько моя заслуга, сколько сама ситуация невероятно драматическая. И было приятно, что дали возможность опять же со сцены их вот этого зала сказать об этой проблеме, потому что она отошла в Европе на какой-то второй план, война, люди погибают, а тут еще какие-то политзаключенные. И было, мне казалось, очень важным перед этой, там сидело тысячи человек в этом зале, все-таки сказать, ребята, ну не может быть в Европе страны, где самый высокий уровень политзаключенных после Второй мировой войны вообще, если брать математически. И тоже как-то призвал их реагировать. Огромное количество финнов послушало эту драму, ее можно послушать на национальном радио, отставили свои отзывы. В общем, ну вот как бы удалось сделать такой проект, я считаю, полезный, полезный проект для нашей страны. Андрей, перед тем, как вывести вас в эфир, мы с Катей как раз обсуждали новость, да, о том, что теперь создается реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий в Беларуси. Вот вам, как кажется, это из серии государственной монополизации культуры, или это просто, чтобы привести своих, как бы, к культурной деятельности, по аналогии с частной медициной, что мы видели на примере, вот тоже несколько недель назад? Ну, мы понимаем, что сфера культуры, она в Беларуси всегда была такая, достаточно идеологичная, да, особенно это касалось музыки. Очень долго существовал запрет на рок-концерты белорусских рок-музыкантов, была цензура в театрах, я прекрасно помню спектакли, которые подвергались цензуре и в Купаловском театре, и в театре белорусской драматургии. Лично Дрига сидела с пьесой и черкала, говорила, нет, вот это нельзя, то нельзя. И до сих пор на полке лежит национальный проект Янка Купала, который, вся страна вложилась, он стоил 4 или 5 миллионов евро, самый дорогой проект Беларусьфильма, его как задвинули на полку, так и задвинули, потому что там про белорусских поэтов, которых уничтожали во время, значит, сталинских репрессий, потому что там про белорусское национальное возрождение, потому что там антиимперская такая история, потому что, естественно, Беларусь в то время пыталась найти свою идентичность. Нет, уже изменились идеологические у них нарративы, нельзя, положили фильм на полку и так далее. Что касается этого, этой истории, очень жаль, это будет монополия, действительно распределят на только самых лояльных прокатчиков всю эту деятельность. Но я понимаю еще, что реально культурная деятельность хлопывается в Беларуси, то есть огромное количество действительно талантливых музыкантов больше не могут там выступать или талантливых артистов именно из-за позиции по Украине и по... да и по 20-му году. Ну, а вот это вот Папсень, которая там ездит на славянский базар, в этот Алкотрэш, они... и там достаточно одной-двух организаций, чтобы их возить. Вот к этому и придет, к сожалению, к обыдливанию, к упрощению, к превращению людей в люмпенов вот через эту вот попсовизацию всей страны. Ну и напоследок, конечно, учитывая, что мы уже рассказывали об этом нашим зрителям, завершается неделя против пыток в Беларуси, а вы являетесь режиссером, который создает сериал о Крестино, и это как раз-таки о пытках, ну и не только о них. Есть ли какие-то новости в связи с сериалом, когда могут что-то увидеть наши зрители? Мы, как создается фильм в эфире Маланке, рассказывали, показывали, даже мини-документалку. Какие новости? Я скажу, что он близок к готовности. Я, к сожалению, не присутствовал на закрытом показе, который был в Вильнюсе, я был за границей. Но я слышал, что он достаточно близок к готовности. Там осталось несколько чисто формальных вещей, которые надо сделать по литовскому законодательству. Это, я думаю, будет сделано быстро. Ну а дальше компания-производитель, это Зубр и Маланка, и Павел Маринич, который является генеральным продюсером этого проекта, конечно, объявит дату премьеры и формат, как, в каком формате этот фильм будет прокатываться. Отзывы очень хорошие. Я считаю, что это очень важная работа, это талантливая работа артистов совершенно потрясающих. Это невероятно важная тема. Я понимаю, что когда началась война, просто, ну, наверное, у людей были заняты мысли тем, что происходит в Украине, и это абсолютно понятно. Но я думаю, что нам, продолжая поддерживать Украину, надо не забывать и о нашей ситуации. Поэтому я очень надеюсь, что все формальности быстро будут решены, и фильм получит все необходимые разрешения, выйдет к зрителю. Да, Андрей, спасибо большое. Будем тоже ждать, когда фильм выйдет на широкий экран, на широкого зрителя, и посмотрим с удовольствием те, кто еще не делал. И расскажем о премьере непременно. А вас еще раз поздравляем с новой наградой, и желаем, чтобы их было побольше, и вдохновение вам на новое проект. Я уверен, что и Окрестина будет претендовать на самые-самые высокие награды и в Литовской Республике, и, может быть, и дальше, куда удастся его представить, показать. Я думаю, что это не менее, ну так для меня лично, для моего сердца, это даже более важная работа, потому что там работали белорусские артисты, не финские, не китайские, а именно белорусские лучшие артисты, которых давно не видели, и очень соскучился зритель по этим людям. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Доброго вечера. Ну, а мы, конечно, еще вернемся к репрессиям. Вернемся еще немного к репрессиям, потому как мы вот уже говорили, что с несколькими годовщинами совпала эта неделя, и одна из них печальная, учитывая, что Игоря Лосика знают многие белорусы, как и те проекты, которые он создавал, и до сих пор на них подписаны десятки тысяч человек. Игорь Лосик был задержан два года назад, и по этому поводу, вот завершая тему репрессий в сегодняшнем стриме, мы упомянем то обращение, которое записала... Дарья Лосик, да, записала обращение, в котором посыл такой, что освободите Игоря и возьмите взамен него меня. Давайте посмотрим обращение от Дарьи Лосика. Здравствуйте. Сегодня я выступлю по поводу печальной даты, а именно два года со дня содержания моего мужа Игоря Лосика. И сегодня я не буду рассказывать гражданину Лукашенко о том, каково это быть женой политзаключенного, и как сами политзаключенные справляются со всем этим ужасом. Смысла в этом ноль, особенно когда имеешь дело с самым главным боссом. Сегодня у меня к нему предложение. Я не буду ходить вокруг да около, поэтому начну. Но, гражданин Лукашенко, предлагаю вам заменить моего мужа на себя. Я готова добровольно сесть в белорусскую тюрьму и взять на себя все уголовные статьи Игоря взамен на его свободу. Если вам очень хочется, вы можете набросить нищу парочку уголовных статей для получения большего удовольствия. Я иду на такой шаг, только при условии, что Игорь с дочкой покинет страну. Вы ничего не теряете, ведь в вашем магазине человеческих судеб их количество останется тем же. Говорить со мной вы испугались. Ладно, я все же попробую пообщаться с вами на равных и на том языке, который для вас более понятен. И в этот раз я все же надеюсь хотя бы на минимальную реакцию или же рассказ про крепкий орешек. Это фейк. Начнем с того, что ваши подчиненные лучше кого-либо другого знают, что мой муж не виновен. Да и факты, доказывающие это, я вам предоставила. Только представьте мое удивление, когда мой муж выкрикнул их на оглашение приговора. Изначально я подумала, что следственный комитет написал текст для какого-то стендап-шоу, а не материалы уголовного дела. Да, вы такой строгий, хотите всех нас проучить, мол, будете знать, как на батьку рыпаться. Как посмел этот народец вам перечить. Очень даже смеет и более того, имеет на это право закрепленное конституцией нашей страны. Знаешь, да, я бы... Это неполное обращение, чтобы вы понимали, да? Ну, я вот в какой-то момент, когда я его слушал, в один момент вот Дарья сказала Александру Лукашенко, я предлагаю обменять Игоря Лосика на себя. И вот потом пошли пояснения, но я такой подумал, а что, хороший вариант на себя, это Лукашенко в автозак, а Лосика на свободу. И тогда всем будет хорошо. Мне бы хотелось такого варианта. Вот в таком ключе. Ну, это идеальный был бы вариант, на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok.